добрый 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 день добрый добрый вечер добрый добрый ночи у кого какое время у кого какая страна с вами снова я ваша вильена на канале вильена эзотерика и жизнь заходите на второй канал ведунья вильена я уже открыла 3 загружу туда видео и дам вам ссылку присоединяйтесь очень вас прошу поддержите третий канал он будет называться про секреты а сегодня у нас расклад глубокий такой расклад что происходит в его жизни прямо сейчас и открываем вашу душу в свет я сделаю определенные манипуляции это будет как медитация и откроем вашу душу к свету чтобы вы были свободны чтобы вы сами решали все свои задачи сами и не слушали никого только вы есть истинная правда вашей жизни и только вам решать как жить большое спасибо за донаты большое спасибо за лайки не забывайте ставить пальчик вверх подписывайтесь кто не подписался чтоб получать уведомления о новых видео а также проверяйте свои подписки опять youtube был сбой и опять сбросились у многих подписки мне девочки об этом пишут если надо лично предсказание ритуалы на очистку ритуалы на освобождение на открытие дорог пожалуйста мои контакты вы видите на экране плюс девять девять пять пятьсот девяносто три тридцать шесть девяносто пять сорок четыре также есть в закрепленном комментарии в описании если вы нажимаете на название видео то выходит полностью описание читайте его и в закрепленном комментарии и в сведениях о канале мой голос действительно лечит и мои видео отвечают на ваши вопросы расклады общие они в дар лично это конечно заказ они в дар думайте о себе идите в свет вместе со мной и мы дойдем к этому свету мир меняется земля входит в пятое мирение измерения все меняется и надо войти туда кто со мной тот обязательно войдет а кто не со мной останется в темноте и уйдет это всех предупреждаю сейчас очень сложный выбор и нужно думать о о высшем о себе и сегодня мы будем делать сейчас расклад нашего лет я всегда смотрю сначала на картах ленорман мы смотрим его характеристику сейчас все успокоились только медитация только отстранение от всяких мыслей вы сейчас успокоились ни о чем не думаете ваши мысли текут как река теперь перед вами образ человека о котором вы желаете спросить в это время он тоже о вас думает и после моих раскладов у многих люди объявляются ваши мальчики звонят вам пишут или кто-то сообщает о них а теперь с открытыми глазами представляем образ образ его представляем и и спрашиваем его что происходит в жизни у тебя а сейчас посмотрим что у него сейчас энергетически какой он какой он что у него у него сейчас вот что он разгадывает какую-то тайну или загадку своей жизни у некоторых может быть что он какой-то проходит обучение который раньше считал что оно или его ему это не нужно ему это непонятно но на данный момент он уже решил что действительно надо и эти знания и это какие-то тайные знания они дают ему радость также у некоторых может быть что человека разгадал какую-то тайну в своем доме своей семье в своем роде он пытается внутренне встать вот как фундамент а потом строить дом что у него на данный момент человек думает о своем здоровье о своей семье о своем роде и о самом себе вот знаете как будто что-то у него изменилось переосмыслилась и человек стал глядеть вдаль в дальше как дальше что дальше человек сейчас вот у него такое он намерен что-то изменить вот как будто вот карта букет это такой как подарок а карта солнца говорит о том что он хочет изменить свою жизнь он хочет изменить и физическое свое тело и духовное свое тело и желает желает открыть какие-то тайны вот на данный момент чтобы разрешить свои проблемы у него сейчас какая-то ясность ума вдруг появилась просветление почему это просветление очень долго как бы человек шел к этому почему очень долго были какие-то внутренние конфликты внешние конфликты у него и вот сейчас он разрешает и это будет разрешаться по-разному и добротой с каким-то согласованием а также плетками и веником он будет выметать то что не нужно в его жизни это он решит сам что еще да и у него стоит задача именно чтобы быть с кем-то вместе в союзе так же идет что укрепить свое здоровье и подняться наверх свить какое-то свое гнездо для свой для себя что еще у него да и он хочет создать какой-то союз это может быть союз личный между женщины допустим если вы загадали мужчину если мужчины смотрите то женщины это может быть союз коллег он хочет найти себе подобных потому что человек что-то переосмысливает он хочет идти куда-то вдаль он задумывает что-то вот такое у него состояние сейчас он верит что у него получится вот это на данный момент и мы смотреть будем на данный момент что сейчас происходит с этим человеком сейчас мы будем смотреть я возьму другие карты ленорман сначала где у нас такие карты куда-то все время все чего-то куда-то исчезает непонятно куда вот они они называются они называются такие колдовские ленорман а потом будем смотреть на таро карта одна исчезла давайте смотреть что у него сейчас происходит будем его искать смотрим только по прямым будем его искать что у него сейчас происходит думайте о нем от складывайте все стаканчики руки ноги не скрещивайте вот он у нас так тогда вот так так три карты впереди тут вот видите одно оставлю оторвал от себя что-то вот что сейчас происходит происходит смотрите что сейчас происходит у этого человека вот он у нас что у него было в прошлом вот он был как закрыт как в скафандре и вот сейчас он вот уже точно вот молотком побил по этому скафандру по этому саркофагу и смотрит уже в щелочку потому что вот у него в прошлом было что он узнал действительно что-то темное что у него обворовывалось из его души из его тела из его жизни что у него сейчас происходит сейчас происходит у него или рядом с ним какой-то сильный человек или это он сам который хочет преодолеть все вершины все трудности которые на его пути у него сердце почему-то зажглось вот понимаете как будто он эту дырочку в саркофаге отбил и воздух пошел и он стал дышать вот это у него происходит сейчас что у него вот сердце открылось для чего сердце открылось видите здесь так же вышло сердце открывается у него для новых знаний для новых знаний так что было видно сердце открывается для новых знаний для чего-то тайного а что тайное такое у него открывается сейчас тайны какие-то мира вселенной общество вот что у него открывается некоторых будет действительно что у человека чему-то будет обучаться это может быть разные вещи кто-то ремеслу кто-то изучать медицину еще что-то кто-то на менеджер у каждого своя ситуация то есть у человека открывается что-то что он хочет познать и преодолеть все преграды которые у него стоят у него вдруг вот как будто что-то открылось вот он жил в этой темноте в этом воровстве в каком-то где воровали его и душу и тело где его засадили в какой-то саркофаг он его не открыл саркофаг он только дырочку дырочку щелочку он увидел свет вот это сейчас с ним происходит что происходит с ним сейчас ну человек что-то передумал обдумал времена идут такие когда можно всем думать всем анализировать что происходит не не поддаваться тому что говорят из ящиков подключенным к электросети так что у него сейчас в жизни происходит да у него открылось сердце он почему-то вот как открылось сердцем что у него происходит если человек женатый то у него происходит что он хочет что-то понять для чего семейная жизнь для чего нужна женщина я буду говорить со стороны женщины что у него сейчас происходит или человек если он свободный то он думает да надо наверное все-таки что-то думать надо образовывать семью потому что с семьей проще когда семья крепкая дружная то никто не может противостоять этой семье как было в советском союзе семья ячейка общества чем сильнее семья тем крепче люди тем труднее на них надавить что у него сейчас происходит вот карты идут кубки у него происходит видите и король кубков он сейчас как король кубков это не значит что он там в любви бегает может быть и бегает у кого-то но здесь у него идет сейчас происходит что у него открылось сердце как я сказала у него открылось сердце что у него сейчас происходит И он стоит на выборе. Вот он стоит на выборе. Карта шестёрка. Влюблённый. Он стоит на выборе. Куда идти? К сердцу или к разуму? А почему он стоит на выборе? Давайте посмотрим. Почему он стоит на выборе? Что это за выбор у него такой? А выбор, да, золотой ключик поймать. Букет поймать. Вот золотой ключик в руках. Это вечно. Золото такое вечно. Оно не окисляется. Но только в царской водке. Кто знает химию. Или букетик поймать. Цветочек. Вот только воспользоваться шансом каким-то. И цветочек завянет. Вот перед чем. А в чём вообще-то проблема-то его? В чём он хочет? Опять идёт, да. Согласие, коллектив, союз. У нас пара. И хочет он понять, куда идти. К деньгам. Вот к деньгам. Или открыть какой-то... Открыть в себе что-то, что... Деньги очень важны в жизни. Но он вот сейчас стал понимать. У него сейчас происходит ломка такая. Что это не самое основное. Основное это понимание людей. Любовь к людям. Не только к женщине. Любовь к людям. Понимание. Вот он это хочет понять. Вот с чем у него стоит сейчас выбор. У кого-то будет меняться профессия. У кого-то будет меняться мировоззрение. Кто-то уйдёт от каких-то отношений. Вот здесь мужчины идут. Кто-то придёт к новым отношениям. Или восстановит старый, чтобы понять, что это действительно Любовь от Бога. Что у него сейчас происходит. Видите, что происходит? Да, у него ломка происходит. Сейчас человек находится в каких-то страданиях. В каких-то муках. Может быть, болеет. И у него такое переосмысление идёт. Все болезни нам даются на то, чтобы мы переосмыслили, что мы сделали неправильно. Болезни не даются просто так. Это Бог, ангелы посылают болезни, чтобы мы переосмыслили, нашли свои ошибки, попросили прощения, возможно, у кого-то. Вот у него идёт какая-то ломка, и он хочет обрести силу. Он понимает, что эту силу можно взять именно с женской стороны, если это мужчина. Если смотрите мужчины, то тоже так же. И он пытается убежать. Он не знает, как ему поступить. То ли убежать от своих проблем без выбора и страдать дальше, или приблизиться. Действительно, у него сейчас вдруг стало кровоточить сердце. Вдруг это сердце, которое было из-за льда. Я вам помните, говорил, что у всех мужчин сердце лёд. Это специально сделали так. Много-много тысячи лет назад. Или гранитный камушек в груди. А сейчас у него сердце плачет. А давайте посмотрим, а о чём у него сердце плачет. О чём сердце плачет? Почему так терзается? Почему такой трудный выбор? О чём сердце плачет? А сердце плачет о какой-то женщине. Женщине, которая не суровая, а женщина, которая знает, что ей надо. Знает, как надо. Это может быть и вы. Может, и кто-то другой. Так. А почему плачет сердце? А потому что это женщина, которая сама может замки построить, и замки разрушить, и опять построить. Почему плачет его сердце? Его сердце плачет потому, что он всегда думал, что деньги превыше всего. А женщина – это только физическое наслаждение и как бы служанка. И вдруг он что-то переосмыслил. Пришла какая-то новая информация. Почему плачет сердце? Потому что сердце плачет, что нужно сделать выбор пашпосохов. Ещё маленькими шажками, как я сказала, дырочка только в саркофаге открылась. И плачет сердце, страдает сердце. Как поступить? Потому что именно сердце там находится, в этой сердечной чакре наша душа, подсказывает правильную дорогу. И сердце плачет, потому что нужно пойти по новой дороге, дороге, которая откроет ему жизнь. Что у него сейчас происходит? Возможно, он думает и о вас сейчас, потому что, видите, женщина вышла. Он считает, что вы, женщина, всё-таки такая для него очень-очень твёрдый орешек из стали. Что у него ещё сейчас происходит? Очень много, вот видите, уже три старших аркана. Что у него происходит? Знаете, что у него происходит? Человек, вот о котором вы думали, у него всегда было на первом месте вот это вот физическое. Деньги физическое, наслаждение вот это физическое от женщин. А сейчас у него, вот знаете, он увидел звезду. Он увидел звезду на небосклоне. Возможно, вы поменяли его мировоззрение. И сейчас у него происходит именно это. Он вдруг понял, что не весь смысл жизни мужчины в этом жезле, а смысл в познании, в познании, что жезл – это движение вперёд. И можно взять палку, и она расцветёт. Что у него сейчас в жизни происходит? Да, у него сейчас происходит то, что у него идёт перераспределение материальных средств. Может быть, он кому-то должен или кому-то должен отдать. Он думает, как это всё вернуть. Как это всё, наша черепашка перевернулась. Как это всё вернуть? Может быть, у него есть кредиты, может быть, есть какие-то долги, может быть, алименты у каждого своё, смотрите сами. Ой, две карты сразу. И смотрите, что у него в жизни происходит. Я могу вам сказать, что он думает о вас, и ему очень тяжело. Он, с одной стороны, восхищён вами. И, с одной стороны, он готов бежать за златым серебром, но ему уже тяжело, он уже не может. Он понимает, что это не самое главное. Что да, нужно зарабатывать деньги для семьи, для себя, для блага. Так, а почему он, почему ему тяжело-то стало? Вот, или у кого-то трудности, действительно, денежного характера, и он не может найти путь, и вот какая-то путеводная звезда ему сейчас засветила. Что за путеводная звезда? А его прям, понимаете, как кольнуло. Как кольнуло в разные... Вот кольнуло как... Прямо сшиб ему в одно место мягкое в деле, и он что-то переосмыслил. Что ещё? Он ещё очень как-то страдает, именно потому, что действительно у него пришло переосмысление бытия жизни. У него приходит переосмысление, что такое... Опять я говорю, повторяюсь, что такое семья. И он думает о женщине. А эта женщина кто? Давайте посмотрим. Это женщина вы? То, что он же на женщине думает? Это женщина, которая, как бы он понимает, даёт ему полёт, взлёт, очаг. Что за женщина? Это его отражение. Это его род. Вполне возможно, что это и вы. И вот вы такая женщина, которая даёт ему вот эту силу. Силу, силу. И он понимает, что именно вы для этого подходите. И знаете, возможно, что вы дали такой толчок. Может быть, кто-то ещё другой, потому что это общий расклад. Что у него сейчас в жизни происходит? Человек начал движение. Что у него происходит? У него сейчас происходят какие-то... Были какие-то... И сейчас, может быть, есть проблемы в муниципальных органах, в других органах. И он хочет разрешить эти все проблемы. Он хочет быть свободным. Он говорит, я не буду под кем-то. Я не буду под конём. Я буду... Я буду я. Потому что я личность. Ой, две карты опять. И что у него происходит? Опять у нас выходит... Что у него происходит? И вот у него происходит... Вот именно такая вот ломка сейчас. Как бы... А может быть, любви-то никакой и нет. Это вот и всё придумали. И он стоит... С одной стороны... Да нет, это же какие-то чувства. У меня сердце болит обо всём. Значит, она есть. Любовь-то земная. Любовь внеземная. Любовь безусловная. Почему у него такие вопросы сейчас стали возникать? Вот у него такое сейчас происходит. Почему такие вопросы стали возникать? А потому что, действительно, или человек действительно был болен, или в какой-то вот просто побыл где-то один, и он один сейчас, вот один, у него вот как монах один в келье, и у него мысли, 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 мысли. А бытия мира... Вот тут идёт такое, что что-то он мыслит. И здесь всё-таки вышли вы, и он действительно... Действительно сейчас в затруднении, как ему поступить. Ещё его очень гложет сейчас то, что он, возможно, вот вас отверг как-то, не понял вашей любви. А любовь-то была, и от вас была. Может быть, и сейчас у вас есть любовь. У каждого своя ситуация. И сейчас он не знает, а как? Как это разрешить теперь? Он же вроде бы отбросил эти кубки. А два кубка-то, видите, ещё целые, ещё полные. И из них хлещет лексир жизни и любви. Что у него ещё в жизни происходит? Да, человек нацелился куда-то вперёд. Возможно, в поездке, может, изменение работы. Но ему надо тут действительно бороться с трудностями. С трудностями он начинает бороться не просто так, лёжа на диване, а с трудностями он начинает бороться сам. Он отодвигает от себя ненужных людей. У него есть какие-то третьи лица. Вот они, видите, я ещё карту не вытащила. Третьи лица, вот оно. То есть он отодвигает праздность жизни. Он всё время думал, что все должны его кружить, лелеять, лизать ему шарики, лизать ему ижицу, чтобы всё было чудесненько. А теперь он отбрыкивается от тех вот ненужных связей, от ненужности какой-то праздности жизни. Он начинает осознавать и идти вперёд. А почему он вдруг это решил? Почему он решил отбрыкиваться от этого, от этой праздности жизни? Почему? А говорю, опять вышла коса. Потому что его что-то кальнуло. Может быть, ему это приснилось. Может быть, ему кто-то сказал, вот как мы спим, и нам приходят духи наших умерших родственников или кого-то ещё. И ему действительно пришла какая-то весть. Или ночью пришла, или во сне пришла. И поэтому ему сказали, отбрыкивайся от этих людей, отстраняй от себя ненужностей. И тогда, хоть карта дьявол, отстраняйся от черноты, отстраняйся от всяких искушений, потому что это навредит тебе. Вот я про него говорю. Что ещё у него в жизни происходит? Сейчас человек в тайне, он никому не говорит. У него действительно, как открылось сердце, у кого-то, может быть, третий глаз открылся, он познаёт тайны жизни, тайны любви. И вот вышли опять вы здесь. Вот опять королева мечей. И у него осознание, что женщина тоже человек. У него вообще что-то сейчас меняется. Он хочет расквитаться с какими-то долгами. Это могут быть и материальные, это могут быть и моральные долги. И у него сейчас отстранение от тех, кого не нужно. Он их просто будет отшвыривать. И что у него происходит? Происходит у него очень тяжёлая ломка, и он страдает по вам. По вас или по вам, всегда путаю, извините, пожалуйста. И он страдает от этой королевы мечей. Вы для него сейчас, как королева мечей, когда вы пишете, нет, он король кубков. Мы каждый в каждой ситуации в разной. Мы бываем разными. Так же, как королева кубков, королева монет, королева мечей. Каждый в разной ситуации. И всё говорят, утром мы просыпаемся, как королева кубков. А когда мы идём на работу, мы уже королева монет. А если мы руководители, то мы королева мечей в этот момент. А приходя домой, мы опять становимся королевой кубков, которая излучает любовь для своего близкого, любимого человека, для своих детей, у кого-то внуков. Он сейчас страдает. А почему он страдает о вас? Потому что вы дали какой-то ему, вот как будто дали ему какую-то тайную фразу или что-то, или что-то он осознал. Почему он так страдает-то? Потому что, да, он всегда раньше думал, что деньги и злата – это всё. Да, что деньги и злата – это всё. А оказывается, любовь – это очень важно. Любовь не та. Не понимаете, что любовь вот просто к женщине. Любовь к людям. Потому что, когда мы излучаем эту любовь к людям, то нам точно так же Вселенная возвращает во много-много сотен раз эту любовь. И открывает нам сердце и душу. А он вас считает очень… Что вы его можете послать куда подальше. Вы можете ему высказать как-то жёстко. И всё нарушится. А он хочет как-то… У него страдания идут и по вашу душу тоже, кроме того, что у него есть ещё проблемы жизненные. Он не знает, как к вам подойти, чтобы и ваше сердце, чтобы вы кинжал опустили вниз. Вот этот меч, не кинжал, а меч этот опустили вниз. Что у него ещё происходит? Что у него происходит? Да, он вот как бы один хочет, желает осмыслить глубину, глубину жизни. и знаете, что он… Вот сейчас какой-то у него происходит ломка, что он жил в иллюзиях. Он жил в иллюзиях. Он смотрел на мир сквозь какие-то очки. Мы в розовых смотрим, а они в зелёных, как волшебник из умрудного города. Что у него происходит? Человек может куда-то поехать, у кого-то поехать, или изменить свою жизнь, поменять работу, поменять направление в работе, или какая-то поездка. Для чего поездка? Для чего поездка? Поездка, чтобы разрешились конфликты, которые сейчас у него происходят. Для чего поездка? Поездка или направление какое-то новое в жизни, может быть, в работе, в бизнесе. Знаете, такое вот как странно вышло. Потому что четвёрка мечей – это человек, его корявистость. Он хочет уничтожить вот эту вот корявистость в себе. Вот люблю я это слово. Он хочет сам прослеживать за своей жизнью. Он хочет отрезать и уничтожить конфликты, какие были. Что ещё он хочет? Почему? Да, и здесь действительно идёт или поездка вообще, вот натуральная поездка куда-то сядет, в машину, в самолёт, в поезд, в автобус. Или это действительно у него изменение дорог. Восьмёрка чаш. Новое, 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 эмоциональное. Хоть мужчины, они не эмоциональны. Лёд у них в груди. Но тут идёт такое, что человек хочет осознать, вот просто вообще мир осознать, смысл осознать. Что ещё у него происходит? Он как-то один, сам с собой ведёт беседу. Он не желает слушать никого, ничьи советы на данный момент. Он хочет отодвинуть ненужных людей. Он хочет понять, для чего ему нужна жизнь. Странно, как вообще, ну и раскладик. Да, он сознаёт, вот вышла карта императрицы, это может быть вы, если у человека, может быть, жена и жена, что просто он осознает, что карта императрицы. Что жизнь – это плодородие. Жизнь – это, вот что такое бессмертность, жизнь, именно жизнь. Мы родились, родились наши дети, родились наши внуки. От внуков ещё внуки, внуки, правнуки. Вот это вот бесконечность жизни. А монеты, они не сохраняются, они уходят. Вот у него идёт такое, что нужно подумать о своём будущем, подумать о своём детях, о себе, о своём роде, о своей семье. И он понимает, сейчас у него происходит эта ломка, что ему очень тяжело. Он привык к другому. И вот сейчас у него происходит эта ломка. Она у него происходит вот как-то и физически, может быть, человек действительно болен или как-то и морально-внутренне. И вот точно вы вышли, вот там королева мечей, потому что он вышел король мечей сейчас, что он, вот он начинал как король кубков, созерцание, да, проснулся он. А сейчас он как король мечей, и он говорит, что мне эта женщина пара, эта женщина могла бы быть моей императрицей, может быть, вы и есть его императрица. И у него переосмысление. Давайте посмотрим. Вот это у него сейчас. А к чему он вообще придёт? Давайте другую колоду достану. Вот эту вот. К чему он... Нет, тогда вот это вот. Раз оно вышло, у меня прям мифологические эти карты. Сейчас. К чему он придёт вот этими своими... Он решит задачи, которые перед ним стоят. Он уже наметил цель, он уже написал план и сказал, скоро-скоро, я вот это сделаю, вот это сделаю и вот это. И вот это то, что я сделаю, приведёт меня к таким результатам. Когда вы говорите, скоро-скоро у меня будет машина, сначала вы должны сказать, скоро-скоро у меня будет столько денег, что я смогу купить себе автомобиль, тот, который я желаю. Скоро-скоро. Сначала вы должны... Каким образом? Это скоро должно появиться. И никогда никаких третьих лиц. Так. К чему он придёт? О, будет смотреть в хрустальный шар. К чему он придёт вот своими этими умозаключениями? Да, он придёт к тому, что люди, которые его окружали, возможно, даже в семье, хитрили ему, обманывали его, предавали где-то даже его во имя. Вот говорили, это во имя семьи, это во имя блага, это во имя рода, это во имя во имя, а не во имя его. Вот к чему он придёт? Он ещё будет смотреть в хрустальный шар, а что его ждёт дальше? Он, может быть, пойдёт и с кем-то будет говорить на эти темы. И вот именно, что он отодвинет от себя этих людей, которые его окружали. И начнёт сначала. И у кого ссора или недопонимание, здесь человек попытается найти пути и ниточки к вам. Если даже вы скажете, всё, я уже его отодвинула от себя, это ваше решение. Он тогда просто уже в других отношениях будет вести себя не так. Он как бы осмыслил вот сейчас эти какие-то ошибки. А теперь я возьму свечу и мы будем открывать... Вот прям беру вот эту же свечку. Отодвигаю. И мы будем сейчас скапывать и открывать вашу душу к свету. Открываю. Можете закрыть глаза, если они у вас закрываются, успокоились. Открываю души своих подписчиц, тех, кто смотрит на данный момент. это видео открываю. Так, я его возьму вот так. И вот так. Открываю душу. Закрываю все негативы. Как хорошо капает. Открываю душу. Вот видите, как вышло прям вы человек. Открываю душу к свету. Образовываю ясный шар. Вы себя представляете, что вы огромный ясный шар. Вот вы внутри этот шар. А теперь представляете, что вы излучаете из этого яркого золотистого шара свет в разные стороны. А сверху видите огромное-огромное, великая-великая свет Бога. И этот свет проникает в ваш шар острым лучом. Огненным лучом. И он становится, этот луч, светлым. Вот прям опять получился мужчина. У кого-то придет новый. Это может быть и не обязательно любовь. Это может быть человек, который поможет в жизни. Открываем этот свет. Представляете, этот свет идет внутрь вашего шара. А из шара вы излучаете свет ко всем. Представляете, что вот все мы вокруг этого шара, за руку взятые. И всем из вашего шара проникает этот луч света. Ваша душа открывается к свету, к добру. Ваши мучения, терзания отходят в этот воск. Отходят и уплывают, как рыба, далеко у глубины океана. Вы спокойны. Вам хорошо. Никакие обиды вас больше не тревожат на данный момент. Смотрите несколько раз эту медитацию. Убираю все обиды, все невзгоды, все боли. Я показывала видео, как можно снимать и боли, и болезни, и другое на узелках. Посмотрите это видео на канале Ведунья Вивиена. Там очень все просто. Снимаю, убираю, открываю вашу душу к свету. Как хорошо капает. Смотрите, прям вот лепешечка абсолютно ровная. И да будет так. Открыли глаза. Вам хорошо, спокойно. Обиды, тревоги отходят. Вы спокойны. У вас умиротворение. И да будет так. Сейчас посмотрим. Сейчас застынет. Хорошо получилось. Вот я сказала, как рыба. Вот видите, рыба прям вышла. Опять мужчина. Вот образ мужчины. Прямо пока не переворачиваю, потому что не застыл воск. Образ мужчины. Вы знаете, как какого-то мудреца. Возможно, вы действительно сейчас после этой медитации как-то тоже что-то переосмыслите. У кого-то придет мужчина. У кого-то придет мужчина, который скажет вам какую-то истину. Вот как говорю, мудрец, старец. Может быть, у кого-то придет мужчина такой нос большой. Именно в вашу жизнь. Это может быть и ваш начальник, и ваш отец, и еще кто-то. Может быть, и тот, который вас полюбит. И вот все равно застывает, сейчас она застынет. Вот получилась прям четкая рыба, которую нужно пустить глубоко-глубоко в море, чтобы она больше не поднялась на поверхность. Это все ваши горести, беды, страдания, которые придумываете вы. Вы их отпустите в это море, туда далеко. И эту рыбу там из моря глубоко-глубоко никому не поднять, никому не достать. Это там будут ваши страдания. За огромным камнем на дне моря-океана. И да будет так. Вот она получилась рыба. Прям четко здесь видно. И мужчина виден. Мудрость. Вы обретете какую-то мудрость. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч.